Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Ака Марачи на связи. Мы с вами отправились в Украину, река Дамаха. И на этой реке я вам хочу показать, как можно неплохо пофармить на щуке, ну или просто половить щуку, если она вас интересует. Короче, сегодняшнее видео это исключительно о фарм щуке. Щука здесь клюет практически всегда зачетно. Мы с вами сейчас направляемся на лодке к вот этой вот великолепной яме. Так, мы ее наверное проехали уже, давайте глянем. Да, мы ее проехали. Ладно, проедем чуть-чуть дальше, сейчас посмотрим. Все, здесь мы якоримся и кидать мы будем вот сюда, да, в зад как называется. Итак, я немножко пересобрал, опа, чан-джики-чан, сори, я немножечко пересобрал свой спиннинг, я думал, 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 думал и надумал купить катушку на 23 килограмма и 16, но с любимой китаной на 15 сердце не позволило расстаться. Да, конечно, катушка чересчур мощная для этого спиннинга, я согласен. Но, ребята, оно того стоит. Я здесь ловил самов ночью, я как-то приперся и думаю, дай-ка я проверю катуху. Мне прям вот, я вот пожертвовал даже двумя часами или даже тремя часами ночи. Обычно я как ночь, я сразу как очумелый бегу ловить судаков на этот, на пру, на речку. Но тут я что-то прям вот, я решился, все, иду, и сами попадались здесь и по 10, и по 11, и по 9, и я такой думаю, блин, ну это что-то, что-то как-то охренеть. И знаете что, эта катушка вытаскивала вот прям на ура. Вот, серьезно, прям ура на ура. Так, 35, по-моему, для щучки сама то, 30, 35, щучка заходит хорошо. Кстати, еще кроме черного джига на 25 грамм, неплохо щука клюет именно вот на вот этой вот реке, на вот этот зеленый джиг 25 грамм. Он тут же на Украине стоит на домахе, вы можете его купить. И вот на этот джиг она тоже очень хорошо клюет. Кстати, вот эта яма хорошая для ловли самов, для ловли щук. Но, кстати, смотрите, уже вторая у нас проводка, и что-то как-то тишина получается. Обычно на первую уже сразу хватает. Не знаю, почему так происходит. Видно обед. Щука у нас на обеде, 12 часов дня. А может, я приплыл и распугал ее лодкой. Пока не знаю, но буду ловить. Эта ямка точно меня еще ни разу не подводила. Здесь я всегда вылавливал что-то. Она как будто чувствует скотинка, вот правда. Только ставлю запись на паузу, сразу же поклевка. Но это, по-моему, небольшая щучка. Сейчас вытащим, посмотрим. Но что-то прям... Я не думаю, что она прям большая. Сейчас глянем. Да, 200, 2900. Это вообще мелочь. Это мелочевка. Нам такая не устраивает нас. Нас устраивает именно зачет. Итак, вот первый очень неплохой экземпляр. Как я понимаю, зачетная щучка на 6 кило. Зачет весит от 6, по-моему, кило идет. Катушечка, видите, даже на 23 килограмма 16 килограмм по мощности. И она даже сейчас крутится не сильно быстро, как можете наблюдать. И видите, как она бьет? Она прям нормально бьет. А представляете, как такую щуку тащить, когда у вас катушка там всего лишь на 12,8 по фрикциону, по-моему. А, не, 8 по мощности. Вообще нереально. Что там? Вот, да, на 6. Вот такую вот, за такую щучку шла речь. Вот именно вот эта вот красотка. Красавица, смотрите, на 5,800. Жалко, что не зачет, ребят, вот, правда. Вот незачетная будет не очень стоить. Я, кстати, поменял приманку, поставил черный джик на 25. Честно сказать, поставил джик, как-то вот закинул сразу первая проводка, на виду черный, и сразу дело пошло. Не знаю, с чем это связано, правда. Что-то на зеленый не хочет. Это и вот еще один, знаете как, случай, когда вот доказывается, что нужно всегда иметь при себе неплохой арсенал приманок, чтобы их менять в определенных случаях. Потому что никогда не знаешь, на какую будет клевать. Хотя, в принципе, все как бы тут известно, да, не прям какие-то большие изменения происходят. Но вот я закидывал, ловил на зеленый, я не знаю, несколько проводок. Вообще ничего. Потом закинул на черный, сразу же клюнуло. А сейчас вот я закинул на черный опять, и что-то нифига. Это тоже раз на раз оно, блин, не приходится. А иногда бывает кидаешь, и каждый заброс щука, каждый заброс щука, каждый заброс щука. Вот это прям вообще бомба. Что можно сказать, дорогие друзья? У нас с вами очень хорошо сейчас идут дела. Ямка разловилась. Щучка пошла. На черненький джиг сейчас идет. Неплохо. Я где-то, получается, ну, 20 минут реального времени я уже ловлю. Я поймал вот так. Вот смотрите, 5,815 и 5,841. Вот досада какая, вот представляете? До крупного веса они дотянули чуть-чуть. Сейчас я хочу выловить последнюю зачетную щуку. Кстати, вот эти все щуки, они все клевали одна за одной. То есть не было мелочи. Я на 2 килограмма разделал на потрохах. Все остальные клевали одна за одной. Поэтому смотрите сами. Место очень хорошее. Еще раз показываю координаты. Вот где координаты. Где эта яма находится вообще? Вот где я нахожусь. Все очень неплохо. Мне прям нравится это место. Ночью, правда, здесь самые клюют. И больше самов ничего нет. То есть ни судака, ни хрена. Может быть, где-то другие места есть, где судачок неплохо поклевывают. Но пока что изменять своей любимой пре речки я вообще не собираюсь. Сейчас там судаки у меня на полтора килограмма идут. На три, на четыре. Там вообще бомба. Как только ночь, я сразу туда. Я вообще вот, я не знаю. Я вообще не знаю другого места, где бы я смог провести ночь. Вот серьезно. Как бы это ни звучало странно со стороны. Но как ночь, так как только 21.00, потому что 21.30 ночь начинается, я сразу чух на речку, туда, на лодку, на яму. И все. И просто там заседаю и сижу, ловлю судака. Потому что за ночь, блин, 6 тысяч опыта, а иногда и все 7 и 7,5, они на дороге вообще не валяются. Тем более, вот посмотрите, сколько сейчас вот 29.9. Короче, грубо говоря, ночь это одна третья от разряда. То есть две ночи половили, это уже, это уже больше половины. Круто, конечно, круто. Кстати, вот запись включил, все, щука перестала клевать. Эта зараза походу чувствует, что я включаю съемку и все. Она говорит, не, братан, ни в коем случае нет. На, на этот, на камеру я не собираюсь, я стесняюсь. О, но это мелочь клюнуло. Это мне не нравится. Мелочь мне не устраивает. Это вообще сом, ребята, охренеть. Задыраем его. Сразу разделаем. Нет, мне нужна щука. Это вообще не дело. Так, ребят, ну, знаете, время как бы уже начало третьего ночи. Я уже что-то прям вообще меня рубит. Поэтому, сори, но я не доловил, короче, рыбку. У меня опять попалось на килла с копейками. Я думаю, блин, нет. Я уже что-то не выдерживаю. Но главное место я вам показал, точку показал. Вот, смотрите, вот она вот эта ямка. Вот там, вот здесь ловить. Вот тут пока что я еще ничего не облавливал. Ничего не знаю. Не могу ничего сказать. Но вот эта яма, она действительно работает, как можете наблюдать. 71. Смотрите, как решает, да, вот где. Где? 5,841. 5,815. 12,39. 7,98. Вообще, да, вот насколько решает синяя от зеленого. Вот поэтому синюю я считаю это зачетная рыба. Вот это, это ерунда. Все, конечно же, мы это все продаем. Всем огромное спасибо, ребята, кто посмотрел. Поддерживайте, пишите комментарии, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Акамарачи. Я вам показал точку, где можно половить неплохо зачетную щуку. Тем более, клюет она часто. И действительно, отдельная точка. Не забывайте покупать джиги черные и зеленые. Все, всем покеда и увидимся в следующих сериях.